Красота в глазах смотрящего, но мало прекрасного в старых однотонных трансформаторных будках, под каким углом на них не смотри. На помощь пришла идея украсить постройки рисунками. Такую возможность для творчества подарил стрит-арт-фестиваль «Контрол-Ц-Контрол-В». Официально он закрылся 22 июля, но украшать город не прекращают. Он должен был закончиться за 10 дней на первых шести работах, но благодаря поддержке городского бизнеса в том числе мы продолжаем. И сейчас мы можем наблюдать, как творят именно наши ульяновские местные молодые художники. И те объекты, которые они выбрали в качестве холстов для своих работ, это небольшие, как правило, поверхности, это трансформаторные будки, стеновые какие-то поверхности. Это сделано в первую очередь для того, чтобы как можно больше горожан смогли увидеть произведения уличного искусства. Благодаря фестивалю уже появилось семь муралов на фасадах домов, а в ближайшее время преобразятся шесть трансформаторных будок. Ольга Царева украшает своей работой Спасскую улицу. Она изобразила промышленность в образе человека. Добавила и местного колорита в виде уазиков, самолетов, Волги и ветряков. Мне хотелось подарить этому городу что-то очень теплое, красивое, уникальное. Я много путешествовала и вдохновлялась различными муралами в разных уголках мира. И на меня очень большое впечатление произвели именно южные художники. И мне захотелось принести что-то такого теплого, красивого в наш прекрасный уютный город, чтобы он стал еще более теплым, красивым и жизнерадостным. Мурал на Тухачевского наполнен символизмом и выполнен фирменным в стиле художницы Арины Штерли. В своих работах она часто использует изображение глаз. По всему городу художники работают, расписывают муралы. И у нас была тема промышленное наследие. И каждый художник фантазировал на эту тему. И сначала рисовал эскиз в своем фирменном стиле. И потом, собственно, переносил этот эскиз на стену, так сказать, на холст. И здесь я в своем фирменном стиле с множеством отсылок и разных метафор изобразила, как, собственно, я понимаю тему промышленное наследие. Тематические муралы на технических постройках появятся и на улицах Тельмана, Гончарова, Красноармейской и Радищева. Все работы находятся на завершающих этапах. И в скором времени можно будет насладиться уличным искусством. Светлана Карпухина, Уллправда ТВ.